...наринова, которая начинает такую группу, группа Волочей МГУ, присвоенные садуфами, стиль и снообразием лёжки на птице. ...не хотелось поделиться некоторыми мыслями относительно комментов каракуфовых книг, происходящих из Сазокова в Болгарии, о которых на данный момент написано и сказано очень мало. Когда эти ремнику упоминают, то обычно, правда, из каких-то пояснений выписываются групп весьма известных и многочисленных памятников, а именно это работа о фигуративных архитектурных ризах, которые получили распространение, как мы знаем, в Восточной Греции, начиная примерно с середины VI века до н.э. Эта художественная практика была распространена и на внутренних территориях Малой Азии, в Африи, Лидии, Каппадокии, на северном понтийском пути-режье. На греческом материке подобные физы неизвестны, зато они известны на Западе, в Великой Грекции, а также на территории Патрубии и Ивансу, куда эта практика попала, видимо, при участии армийских иконографий. Вместе с тем, баскулируя, вот эту принадлежность азоповских регионов в определенной традиции, в определенной линии, почти всегда указывают на их самобытность, даже на их уникальность с точки зрения стиля иконографии. Эта уникальность, она действительно имеет место и заслуживает внимания, и она становится особенной очевидной в составлении с другими этапами технических работ, которые работают в более стандартных формах. Однако находки из азополя цены еще и тянут, что позволяют говорить не только о частном конкретном случае, даже не только о партитектурных работах, но и выходить на более общие разговоры о партитектурной и классической декорации, о становлении и развитии, например, непрерывного фигуративного фриза, о циркуляции и взаимном обмене и образами, и идеями между разными регионами и разными видами искусства в период поздней Аркадии. Сперва несколько слов о месте находки. Это Аполлония Бантийская, известный полюс для убережного пункта, одна из ранних колодий Милета в Афракии, на любозаконном береге Черного Года. Основана она была в конце VII века до н.э. Сегодня это город-садов при Болгарии. Страбон сообщает, что большая часть города, свидетельство Страбона, что большая часть города лежала на неком островке, где находилось светилище Аполлона, правителя Японима Ходиса. Есть свидетельство эпидемиологически о том, что при атаке на город жителей Мессембрии, Мессембриицы разрушили светилище, но не взяли город. То есть был отдельно город, отдельно город. Этот остров со светилищем Аполлона в ходе недавних раскопок был окончательно, в общем, совершенно надежно, отождественным с островом Свети Кирик с Асокрой. В самом начале XX века на острове Святого Кирика копал французский консул Александр Дегранд. Затем работы надолго прервались, и в 1925 году здесь было построено здание Москово-училищей. Доступ на остров закрыли надолго. Систематические раскопки возобновились здесь только в 2009 году, и они дали много новой информации. Работала здесь группа болгарских археологов из Софии, из Академии наук из университета Софии, под руководством Кристины Панайотки. На слайде вы видите обнаруженный здесь, во время раскопок Суббек, датирующийся в первой трети шестого века, Дана Шерри, на котором сохранилась посетительная надпись от некого жителя Книда «Аполлону и Этросу», «Аполлону врачу», известному покровителю геонидских колонистов Хонда. В ходе работы было установлено, что остров действительно стал местом питания первых и бывших сюда жителей Милета уже в конце седьмого века. Здесь было поселение, которое во второй половине шестого века обретает, видимо, некоторые черты регулярной планировки. Участок расслаблен не полностью, потому что поверх стоит, простите, училище руинированное тоже теперь, но видна центральная улица и ориентированные на милые дома. Сохранились также следы металлургического производства здесь. К этого активность тоже была с самого начала, о чем свидетельствуют многочисленные отрасли. Однако в конце шестого века до нашей эры все сообщество, или, по крайней мере, ее значительная часть, коллективная согласно покинула это место и перебралась на мотивик. И вся эта зона была реконструирована, превращена в сиденья. Коявилась здесь лестница. Она существовала еще в начале двадцатого века, но была полностью уничтожена во время введения училища. Была платформа с двумя храмами и алтарем нацоплеса. Храм из хронического времени, разведенный на рубеже шестого и пятого века до нашей эры, был небольшой постройкой фронта хронического века. То, что сохранилось в его архитектуре, фрагменты Гейсона, архитектурные таракоты и этим элементам находятся в параллели вполне ожидаемой в Милете, на колобасской ПФД Димах, на запамонтемен в Сегольфе. Второй храм появился здесь позднее, то есть раньше его датировали юристическим временем, теперь относятся к пятому веку. Ансамбль, если его представить, получался весьма впечатляющим, хотя храмы небольшие, но они стояли высоко, были обращены к морю, и к этому надо прибавить колоссальную кронзовую статую Аполлона, который тоже Аполлониадов, заказанную Аполлониаду жителями Аполлони, правда несколько позднее, уже в 70-е, 60-е годы, пятого века, когда у Аполлониадов установили естественные контакты с Афиной. Вот все эти мероприятия, вот такая моментализация темненуса свидетельствует о процветании богатства колеса с конца архаического периода. К этому времени относятся интересующие наши фрагменты. Правда, они были найдены на территории святилища Аполлона на острове Святого Кирика, но вне архитектурного контекста, и к тому же в разных местах, в разное время. Их поначалу пытались связать с архаическим храмом, который я упоминала, но теперь эта идея не поддерживается. Кирис относит к некой неизвестной постройке на территории святилища. Первые фрагменты были обнаружены в деграмме в начале XIX века, и, соответственно, попали в собрание лунка. Среди них самый крупный, то, что видится на экране, самый важный, вот этот, с двумя идущими в артаку воинами. И с ним связан и найденный отдельно маленький когминтик с гребным шлемом и с овами, который позволяет реконструировать завершение кирза в виде неонистов кематина. Другие фрагменты были обнаружены в группе Канайютово в 2009 году в одном из годовцев. Даниэл Стоянова предложил вот эти фрагменты, и вот эти фрагменты уже в музее Созопо произведены теперь фрагменты. Это реконструкция, предложенная Даниэлой Стояновой, такой вот вариант частичной реконструкции кирза на основе всех сохранившихся фрагментов и ухозки, и оставшихся Созопо. Эта реконструкция пока нигде не опубликована, она представлена в боковом экспозиции музея. В результате мы можем представить себе любую композицию, включающую военную процессию, очередное выступление войска, а также сцены сражения Кокритовского варенья. Вот эти галлопирующие садники с пелками являются очень устойчивым мотивом эолийско-эолийского происхождения, распространенным в том числе в архитектурных транспортах, хотя не только у них. В качестве примера я показываю таракотовую симму, происходящую из лечилища Геракуа на фасосе, которая часто упоминается в риту аналогии для садокорских фрагментов. Однако различия, как вы видите, очевидны. В фасосской таракоте и в других подобных примерах садники сопровождаются летящими птицами, берущими псами, зайцами, которые двигаются в том же направлении и создают некий эффект параллельного непрерывного движения. Все эти существа, которые не имеют прямого отношения к сюжету, да и сам сюжет, он не очень виден, всего лишь кавальказ и садников, те они работают как некий такой заполняющий орнамент, вероятно, семантически значимый. Естественно, с такого рода композицией хорошо знакомы и вазописи, и в ростопе-ростописи склозаметских саркопагов, то есть не только логитетурных таракот. В Сазопольском фризе ни в одном из сохранившихся фрагментов нет подобного заполнения. Фонд здесь свободен и расчищен. Интересно, что та же тенденция характерна для каменных малазийских и греческих фризов, которые родственные таракотовую, в каком-то смысле представляют их какую-то квалифицированную версию. Опять же, в качестве примера привожу фриз с колесницами из нижнего храма в меуте. В таких рельефах, сопровождающих животных, как правило, отсутствуют. Эта черта сближает с азопольским фрагментом с каменными аналогами таракотовых религий. Второй момент заключается в том, что в стандартных таракотовых религиях, неважно, таракотовых или таракотовых религий, таракотовых аналогов, а на фрагментальное начало явно превалирует на норативных. Эта черта обусловлена самой природой этих фризов, которые были наборными и основывались на повторе одного или нескольких партнеров. Даже если в них присутствуют какие-то сюжетные мотивы, сцены банкетов, баталий, архоз, все равно их фрагментальный потенциал всегда сильнее и выше, чем норативных. Мы также не можем быть уверены в том, что изображения подобных садников или колесниц в них существуют какие-то отсылки к реальному жизни. С азопольским фризом ситуация несколько иная. Прошу прощения. Да, с азопольским фризом ситуация иная. Как мы видим, здесь тоже есть повторяющиеся элементы. Прежде всего, садники, уже упоминающиеся, которые, возможно, задавали некий ритмический длиннообразный рисунок, структуру внутри композиции. Но не только они, еще есть упавшие под капотом воины с поджатыми ногами. Мы видим как минимум два одинаковых фрагмента с такими упавшими, выполненные по одной матрице. Но вариативность здесь гораздо выше. Некоторые фигуры, например, марширующие, кричащие воины, их трудно представить себе многократно повторенными, настолько они индивидуальны. Возникает впечатление, что этот слиз построен на комбинации стандартных, повторяющихся и индивидуально выполненных элементов. По сути дела, такой подход характерен для каменных фризов. Потому что любой каменный фриз – это тоже некая последовательная фриз. Но фриз индивидуально выполнен. По крайней мере, так обстоит дело с фризом классического фриза. В архайфике все несколько сложнее, поскольку, как мы видели, на примере гимнудского храма, в них тоже используется принцип умножения одного мотива. Повторение одинакового фриза. Даже наиболее оригинальный фриз с металлогическим сюжетом, фриз Крама Афина-Васоси, все же демонстрирует нам близкий подход композиционный, основанный на повторе, конечно, не идентичных, но подобных групп или фигур силуэтно-трактов. Единственное исключение из силуэтного составляют фризы, конечно же, в неминтой сипновской сокровищнице Дейбе. В связи сетях фризов с той же малазийской традицией, основанной на ритмическом повторе, неоднократно отмечалось, особенно в отношении западного и южного фризов к руку новоганинским или пекладским мастерам. Однако для нас в данном случае важнее композиция восточной, особенно северного фриз с гигантомахией. При всей разнице в масштабах материалов и уровнях мастерства, именно сипновская гигантомахия, на мой взгляд, дает наиболее близкие аналоги в изображении отдельных фигур и групп рельефов с азотерского фриза. Но вот, что совершенно не похоже на сипновские рельефы, так это сам характер в пластике и бросающийся от глаза экспресс. Вон, упавший под капотом коня, изображен кричачный, даже можно сказать, варующий. Здесь не очень хорошо двигается на сипновской, но изображены его зубы и широко открытые руки. С его головы слетает шлем, а от шлема отскакивает береги. Эти предметы разлетаются в стороны и зависают, пересекая друг друга в пространстве. Такого рода детали в ботальных фризах не встречались, ни в каменных, ни в тракотах. Другой, упавший воин, изображен с поджатыми ногами, мы уже видели это. Это тоже совершенно неординарная поза для изображения этого врага. Особенно, конечно, колоритен с точки зрения экспрессии и урозских раминов. Первый воин, а в кримфрот, кричит, второй, это убит в рогу. В связи с этой группой, конечно, сразу встает вопрос о том, кто они такие. В них как-то сразу хочется видеть не греков, а вагу. Хотя одеты они по-гречески, держат греческие щиты и носу греческие шлепки. Единственный атрибут, который их отличает, это рог, который трубит один из воинов, и, видимо, подавая сигнал к атаке. Так же, как это делает обрез в Азии и Киеве. Еще есть предполагаемая пращава у Киев первого воина. Пращники, правда, у греков были, и к тому же нельзя быть уверены в том, что это именно пращава изображена, но иногда этот предмет траткуется именно так. Но самое важное, что в этих людях не их атрибуты, не костюмы, а именно их мимик, а их внешность, а также пластика, с помощью которой эта внешность подается. Например, как только волос и таких острых лохматых ворот. Иными словами, их характер, их летос, не греческий. Мне трудно найти, подобрать какие-то аналоги с полеэкспрессивной подачи человечества тела и лица в греческой рельефной скульптуре, тем более архитектуре. Может быть, некоторой отдаленной аналогией может служить группа так называемых милоских рельефов или рельефов якобы стали, как их сейчас предложено называть, с изображением Одиссея Пенелога, где Одиссей, согласно сюжету, представлен в общинестном стариком и нищем, какого его превратила Афина. И действительно, некоторые параллели могут быть в трактовке тела. Дальнейшие поиски уводят нас в изописную сферу. И выход в изописи, мне кажется, оправданным, поскольку в этих рельефах с одобростью есть как минимум одна деталь, отсылающая по записанному изображению. Это трактовка кисти руки первого воина с негерально длинными тонкими пальцами, какую мы видим в чернофигурной, в ранне-краснофигурной, на этической лазичность в последний четверг и шестого века. В связи с заимствованием записанных схем архитектурной тракоты отмечалась неоднократно в связи с другими памятниками, и она возможна и в нашем случае. Находки в микрополе Паполонии свидетельствуют в широком импорте этической пирамики с конца шестого, особенно в пятом веке до нашей эры. На этических распизных сосудах последний третий шестого века получают распространение изображений лучников, варварского укритета в составе греческого войска. Кто эти варвары, это вопрос. В них пытались видеть скифов из-за главных уборов, эскифских луков в руках, однако луки такого типа не являются атрибутом только скифов. На этой амфоре кругом острая семена мы видим греческих гоплитов и парно изображенных лучников, выстроенных лучников высоких головных уборов, которые представлены не как враги, а как союзники. Экварварский негреческий облик, подчернутый костюмом, но не только костюмом, и лица, которые видите с торчащими бородками и немного удиненными носами, трактованы несколько гротесно, хотя, конечно, не так утрировано, как в Савдоковских тарахотах. Возможно предположить, что и в нашем фрагменте тоже изображены негреческие союзники, например, из числа правительств. Но тогда встает вопрос о том, с какого рода сюжетом мы имеем дело. Как мне кажется, ни одна из макалонических махи, включая троянские сюжеты, здесь не подходит. Остается предположить, что во фризе так или иначе отражены реальные конфликты, возможно, в общенном ключе представлено некое историческое противостояние. Из этого вытекает следующий вопрос. Какого рода здания на сакральном участке Аполлона мог украшать подобный фриз? Дуле это героон, сокровищницу или что-то еще. Тут, к сожалению, у меня действительно больше вопросов, чем ответов. И если уважаемые коллеги что-то подскажут, опровергнут или поддержат мое рассуждение, я буду отвечать обезначенно. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. И я вот все-таки, пока мы не вопросом, хотела уточнить, это последние 46-го века? Их датируют по-разному. Да. Их датируют по-разному. И почему-то везде повторяется, как правило, повторяется дата первого и четверть пятого века. На карте все-таки артисты. И я согласна с датой, которую она была в УОНском каталоге, фактической выставке, там дать ее кремль уходит с четвертого года. Ну, и, конечно, нормальные два года. И дальше. То есть, чтобы дружба победила. Ну, мне кажется, это существенно. Все-таки не меры. Там первое четверть уже какой-то классический. Ну, и последние четверть даже уже еще. Нет, не того. Нет, потому что, конечно, интересный.